Всем привет! Меня зовут Таша и вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня испечем королевский яблочный торт. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приготовление начнем с теста. Для него нам потребуется 200 грамм очень мягкого сливочного масла. Выкладываем его в емкость. Добавляем 150 грамм сметаны, у меня жирность 20%. Пол чайной ложки соли. И все это хорошенько перемешиваем. Дальше мука. Добавляем ее понемногу. Сюда же пакетик разрыхлителя 10 грамм. И замешиваем тесто. Вот такое замечательное оно у вас должно получиться. Тесто мягкое и абсолютно не липнет к рукам. На данный момент у меня сюда ушло 400 грамм муки. Теперь я возвращаю его в емкость. Накрываю и так оставляю отдохнуть минут на 20. У меня уже время прошло. Выкладываю тесто на рабочую поверхность, припыленную мукой. И совсем немножко его подминаю. После этого делим тесто на 6 частей. Каждый кусочек подкатываем слегка. И выкладываем где-то в стороне. Дальше берем по одному кружочку. Остальное тесто я пока прикрыла пакетом, чтобы оно не обветривалось. И раскатываем в такой тонкий круг. Когда вам нужно, конечно же, подсыпайте муку, чтобы тесто хорошо раскатывалось. Вот примерно вот так у вас должно получиться. Довольно-таки тонко. И я раскатала под свой размер. У меня будет торт 24 сантиметра. Вот это дно от формы. Теперь я вырезаю по ней. Обрезки пока в сторону. И с помощью скалки аккуратно перекладываю на противень. Делаем дырочки вилкой. И вот эти обрезки выкладываем рядом. Их нужно тоже запечь. Все. Ставим в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Примерно минут на 7. Ну, а вы уже смотрите по своей духовке. В итоге у вас должны получиться вот такие красивые коржи. Сильно поджаривать их не нужно. Они должны быть вот такие светлые. И вот это обрезки, которые я тоже уже спекла. Теперь пока отставляем это все в сторонку. И будем готовить крем. Сам крем готовится очень просто. Для него потребуется казан, либо кастрюля, в которой не будет пригорать молоко. У меня вот такой большой казан на 5 литров. Но на 3 тоже подойдет. Теперь беру 1 литр молока. У меня обычная магазинная 2,5%. И выливаю сюда в казан почти все. Вот так, видите, я оставила буквально грамм 150. И теперь ставлю этот казан на огонь, пускай нагревается. Тем временем, очень быстренько, пока молоко не закипело, берем емкость. Вбиваем в нее 3 яйца. Добавляем 250 грамм сахара. И немного все перемешаем. Затем сюда же оставшееся молоко перемешиваем. И теперь добавляем муку. Ее нужно 50 грамм. А крахмала кукурузного 60 грамм. Все это хорошенько перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Ну и как раз, пока я все подготавливала, у меня уже почти закипело молоко. Еще раз хорошо перемешиваю свою яичную смесь. И выливаю тонкой стройкой в казан, постоянно перемешивая. Далее, не прекращая перемешивать, буду варить на среднем огне до загустения. Когда крем готов, он у вас станет вот такой густой и будет вот так красиво пыхтеть. Все, можно выключать. И для того, чтобы не образовывалась корочка, сразу же, как я сняла крем с огня, я беру пищевую пленку и накрываю его сверху в контакт. Все, и теперь в таком виде я оставляю полностью остыть до комнатной температуры. Готовим яблочную начинку. Для нее потребуется 1 килограмм кисло-сладких яблок. Их нужно почистить и порезать мелким кубиком. Вот, посмотрите, примерно вот такие кубики у вас должны получиться. Теперь я беру 120 миллилитров обычной холодной воды. 2 чайные ложки крахмала с горкой у меня кукурузной, добавляю. И хорошенько перемешиваю, чтобы не было комочков. Затем ставим на огонь сковородку, разогреваем слегка, выкладываем в нее яблоки. Сахар по вкусу у меня 3 столовые ложки. Молотая корица пол чайной ложки. И все это хорошенько перемешиваю. После этого накрываю крышкой и на небольшом огне буду тушить примерно минут 5-7 до мягкости. У меня уже время прошло. Яблоки протушились. Теперь я еще раз хорошенько перемешиваю воду с крахмалом. Выливаю сода прямо в яблоки. Перемешиваю сразу и протушиваю до загустения. Это буквально секунд 30 минут. Вот такая очень вкусная и ароматная яблочная прослойка у вас должна получиться. И теперь оставляем ее полностью остыть. Возвращаемся к остывшему крему. Снимаем пленку. И добавляем сюда прямо в казан 150 грамм мягкого сливочного масла. Я его заранее достала из холодильника. Берем миксер и взбиваем на максимальной скорости пару минут. Все готово. Можно собирать торт. Берем блюдо. Смазываем его немножко кремом, чтобы торт не ерзал. Выкладываем первый корж. Собирать я буду в кольце. Мне так удобнее. Вы же смотрите, как удобно вам. Смазываем его кремом. Крем я специально сделала такой густоватый, чтобы слой был хороший. Второй корж. Он немножко поломался, но ничего страшного. Сверху слой яблок. Третий корж. Слой крема. Четвертый корж. Вторую часть яблок. На два слоя я использовала абсолютно все яблоки. Теперь пятый корж. Крем. И сверху последний, шестой корж. И вот так вот немножко слегка придавливаем, без фанатизма. Теперь снимаю кольцо. И обмазываю полностью вверх и бока. Крем я использовала практически весь. Видите, там осталось буквально 1-2 столовые ложки. И теперь буду обсыпать. Для обсыпки у меня вот эти обрезки, которые я выпекала. И немного жареного арахиса. Все это измельчаем. Вот так у меня получилось. Обсыпаю вверх и бока. Торт полностью готов. И мне еще захотелось сверху добавить немножко белых шоколадных осколков. Но вы же смотрите по желанию. И теперь оставляем его при комнатной температуре на 1 час. Ну а затем прячем в холодильник на ночь. По весу этот тортик вышел 2 килограмма 700 грамм. И сейчас будем резать. Вот посмотрите, торт хорошо пропитался. Он очень вкусный и выглядит просто шикарно. Я уверена, что понравится и вам, и вашим гостям. Попробуйте испечь. Ну и конечно же обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Потому что впереди еще очень много вкусного. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok